Живописный горный край с богатым историческим наследием. Самый древний город Центральной Азии Пинджикент раскинулся на западе Таджикистана на Великом Шелковом Пути. Пинджикент и раньше пользовался популярностью у туристов, а сейчас это и вовсе одна из самых быстро развивающихся отраслей экономики. И это объяснимо. Город раскинулся у подножья знаменитых фанских гор. Здесь расположен природный комплекс «Семь озер». Сезон на семи озерах начинается летом и длится до глубокой осени. Зимой сюда добраться сложнее, зато сейчас в день здесь проходят сотни туристов. Озеры расположены каскадом Опаясовое ущелье. Каждый водоем выше и труднодоступнее предыдущего. Добраться до этого озера не так уж и просто. Оно находится в окружении могущественных скал. Еще здесь очень ветрено. Когда-то все эти камни были горами, окружающими озеро. Но в результате землетрясений и многочисленных камнепадов они оказались здесь. И теперь к озеру просто так не попадешь. Но мы постараемся подобраться поближе. Перевести дух можно в гостевых домах. Они уютно расположились среди гор. Здесь можно остаться на ночь. Путешественников угощают национальными блюдами и фруктами, выращенными в местных садах. В 2006 году мы могли разместить только четыре человека. Сейчас за сезон к нам приезжают сотни путешественников из разных стран. Россия, Узбекистана, Германия, Франция, Италия. На семи озерах развивают разные виды туризма. Хайкинг, трекинг, альпинизм, экстремальные восхождения. Устраивают международные горные забеги и марафоны. Я приехал из Парижа. Мы с другом путешествуем по миру автостопом. Виды здесь открываются захватывающие. Обрывы, водопады. По пути нам помогали местные жители. Предлагали бесплатно еду, ночлег и транспорт. Люди – это еще одна достопримечательность семи озер. Мы путешествуем по Средней Азии. Сюда приехали из Узбекистана. Тут опытные гиды и приемлемые цены. А еще открываются невероятные виды. У первого озера сейчас светит солнце, а тут на седьмом мы попали под дождь. Природа практически нетронутая человеком, привлекает сюда гостей и местных жителей. А так как туроператоры добавляют ущелье в список маршрутов по Таджикистану, каждый год здесь строят новые объекты инфраструктуры. На весь мир Пинджикен прославился благодаря Саразму. Это колыбель цивилизации таджикского народа. Уникальный памятник эпохи Энеолита и Бронзового века, которому 5,5 тысяч лет. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня Саразм превратился в престижный исследовательский центр мирового уровня. Список артефактов, обнаруженных в древнем городище, внушительный. Украшения, монеты, предметы быта. Все это можно увидеть в местном музее. Мы путешествуем по Таджикистану, и нам повезло увидеть такой древний город. Нас очень удивил Саразм. Гид рассказал, что здесь было водоснабжение. Это поразительно. Раскопки на древнем городище продолжаются и сегодня, совместно с зарубежными учеными. Каждая находка хранит сведения о древней истории формирования таджикской цивилизации. Бинжикент – промышленно и аграрно развитый край. Только за годы независимости здесь было открыто более полусотни крупных предприятий. С каждым годом их становится больше. Это предприятие открыто на базе таджикского золоторудного комбината. Оно имеет завершенный технологический цикл и разрабатывает крупнейшие золотоносные месторождения Таджикистана – Тарор и Джилау. Мощность двух обогатительных фабрик. По месторождению Джилау годовой переработки около 4 миллиона тонн руды в год. По месторождению Тарор – 1 миллион 300. Еще при раскопках древнего саразма в Пинжикенте были обнаружены залежи меди. Сейчас этот металл обрабатывают в промышленных масштабах на новом медиплавильном предприятии. Предприятие оборудовано современными станками. Они позволяют повторно добывать медь из отходов. Завод работает на основе зеленой энергии. Вредные вещества – мышьяк, сера – нейтрализуются без ущерба окружающей среде. На этом предприятии около 300 человек обеспечены постоянными рабочими местами. Большинство из них имеет хороший опыт на крупных предприятиях Китая, других стран. Этот завод внесет большой вклад в экономическое благополучие нашей республики. Этот завод – прорыв в металлургической отрасли Центральной Азии. Итоговые продукты предприятия – высокочастотное медь, серебро и золото. Для промышленных нужд освоены месторождения извести и щебни. Сырьевую базу намерены увеличить. От добычи тяжелого металла к легкой промышленности. Школьные пиджаки, юбки, брюки, жилеты и сарафаны. А еще рабочая, медицинская и военная форма. В сутки в этом цеху отшивают до 100 комплектов одежды. Раньше я шила на дому. Два года назад вышла на работу вот в этот цех. Тут меня обучили новым технологиям. Мы постоянно расширяем нашу линейку, экспериментируем с цветами и фасонами. Это предприятие снабжает формы практически все школы города. К слову, школьников в Пинджикете в этом году насчитывается почти 60 тысяч. Спрос растет, поэтому производство планируют увеличить вдвое. Мы ежегодно заключаем соглашения с новыми школами и предприятиями. В этом году нам удалось выйти на рынок Душанбе. Сейчас в цеху трудится 40 человек. До конца года увеличим количество рабочих мест вдвое. Чистейшие реки позволяют Пинджикенту развивать рыбную отрасль. Это хозяйство – часть технологического парка. Здесь разводят нежные сорта рыбы – белого амура, толстолобика, сазана и карпа. Мы изучаем, пробуем разные корма, которые улучшают качество и увеличивают вес особей. Выращиваем рыбу с нежным мясом, а также выводим новые сорта, востребованные на рынках. В девяти хаузах более 30 тысяч тонн рыбы. Вода сюда поступает из реки Зиравшан. Сейчас массовый отлов запрещен, так как рыба набирает вес. Но буквально через две недели уровень воды здесь понизят вдвое. И тогда рыбу можно будет отлавливать и отправлять на продажу. Вес каждой особи может достигать не менее 8 килограммов. Мальков сюда завозят из разных регионов Таджикистана. Отбирают лучших. В рыбном хозяйстве трудятся местные жители совместно со специалистами из Ирана. Пока рыбы хватает только для поставок на местный рынок. Но в скором времени ее количество увеличат и будут работать на экспорт. Зиравшанская долина – плодородный край. Ароматные дыни и арбузы, сладкие персики, сочные груши и виноград, крупный картофель, морковь и лук, а еще поля пшеницы и хлопка. Урожай аграрии пенджикента собирают по несколько раз за сезон. Например, сейчас одними из первых в стране пенджикенцы собирают яблоки. Это высотный сад. Выращиваем три сорта – большие красные яблоки, семеренко и голден. Самый молодой, ему всего 5 лет, но урожай дает хороший. С 8 гектаров получаем до 35 тонн. Яблоки собирают несколько этапов. Сейчас с дерева снимают самые маленькие плоды, чтобы они не мешали расти большим. Позже их отправят на засушку фруктов и на производство натурального чая. Урожай отправляют во все регионы Таджикистана. В пенджикенте функционируют сезонные предприятия по засушке и консервации фруктов, а также завод по производству вина и знаменитого пенджикенского винограда. Славится город и своими кулинарными изысками. Визитная карточка – знаменитый пенджикенский плов. Круглозерный рис, желтая морковь, баранина и приправы из натуральных горных трав. Все выращено на местных полях и пастбищах. Ради нашего плова приезжают со всего Таджикистана. Туристов первым делом ведут в Чайхану. Ни одно застолье и праздник не обходится без нашего плова. В давние времена пенджикен служил перевалом для путешественников Великого Шелкового Пути. Сегодня через город также проходят тысячи людей. Гостеприимный, уютный край встал на рельсы стремительного индустриального развития. Новые промышленные предприятия, крупные производства, логистические решения гармонично уживаются с богатым историческим прошлым пенджикента.